Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас эфир с ответами на вопросы. Вы свои вопросы могли оставить в анкетке. Ее скидывали вчера, сегодня. И сейчас мы с вами начнем. Так, давайте перейдем к списку вопросов. Так, первый вопрос. Здравствуйте, интересен ваш взгляд на компанию КАМАЗ. Давайте посмотрим компанию КАМАЗ. Так, КАМАЗ. Значит, по какому-то старому плану еще, здесь у меня закончилась формация роста зигзагом. Не обязательно всегда будет у нас импульсная модель на графике. То есть, бывает и модель коррекционная. То есть, рост коррекционной модели. Как это может продолжиться? То есть, это может продолжиться как еще один зигзаг вверх. Допустим, вот так как-то. То есть, это будет уже W, X, Y, X и еще может быть Z вверх. Будет ли это Z? Ну, зависит от, скорее, от времени. То есть, X вот это достаточно может долгое время продолжать пилиться. И пока, в текущий момент, я бы сказал, что он, скорее всего, не закончился. X. И мы пойдем куда-то на уровень 137, я думаю. То есть, где-то от вот этих значений. Пока остановочного движения никакого нет, я не вижу. Скорее всего, мы продолжим вниз потихоньку ползти, ползти, ползти. Вот так вот. И от уровня 137, от диапазона треугольника, мы, возможно, начнем возобновляться. И ближайшей целью по росту будет, опять же, уровень разворота. Уровень 186. То есть, пока я вот такой прогноз выстроил, загадывать как-то дальше, как он будет идти, ну, я пока думаю, не стоит. Здесь же опять мы можем увидеть откат. И дальнейшее продолжение роста в волне уже Z. То есть, это будет только волна A в Z. И это может очень долго все растянуться. Опять же, вот этот X, который сейчас идет синий, он может быть очень продолжительное время существовать. Потому что волны X, они вообще, в принципе, непредсказуемы по своей внутренней структуре. Они не могут быть любой из 12 коррекционных моделей, в том числе комбинация, в которой может быть сама внутренняя структура быть тоже сложной коррекционной моделью. Поэтому я здесь пока каких-то перспектив интересных не вижу. Единственное, что если мы увидим уровни 135-140, то где-то здесь можно уже поискать точку входа с достаточно неплохим потенциалом. Локально порядка 30-35%. Так. Дальше. Давайте мы с вами смотрим. Так. А я же экран не показываю. Ё-моё. Так. Вот это, конечно, я косякнул. Извиняюсь. Так. Экран. Всё. Теперь видно. Так. Ещё раз давайте по... Ещё раз давайте пройдёмся по КАМАЗу быстренько. По КАМАЗу быстренько, значит... Рост идёт коррекционной моделью. Но ближайшее, куда мы стоит ожидать, это пока снижение к уровню 137. И вот этих значений уже, скорее всего, мы увидим рост с целью 185-186. Раньше я пока предлагаю никакие точки входа не искать. То есть пока цена, скорее всего, продолжит медленно спускаться. И здесь какого-то роста мы пока не увидим. То есть ждите диапазон 137-140. Так. Дальше смотрим. Следующий вопрос. Подскажите перспективы «Новотек» и «Татнефть» в долгосрок акции «Тинькоффа». Когда лучше вступить в платный канал? Так. Акции «Новотек», «Татнефть» и «Тинькофф». «Тинькофф», насколько я помню, мы смотрели в прошлый раз. Можете посмотреть запись прошлого эфира, чтобы нам здесь то же самое не размусоливать. Давайте посмотрим «Татнефть». Так. Так. «Татнефть» выглядит у нас как вот это завершение третьей волны. По размерам давайте посмотрим, какого она. Она у нас 1.6. Цели по третьей волне выполнены. То есть, скорее всего, сейчас формируется 4. цели. В каком формате? Ну, я бы сказал, что это «Импульс», а это «Откат». То есть, будет еще, скорее всего, «Импульс». Цели снижения я бы искал вот здесь вот точки входа. 650. На уровне 650 примерно. Может быть, даже чуть-чуть пониже. Да нет, на уровне 630-650 где-то. Я бы искал точки входа. С целью на обновление максимумов. С целью на обновление глобальных максимумов. Что это будет в старшем плане? Пока тяжело сказать. Либо это будет третья волна, либо это будет, может быть, пятая волна. Как раз синяя вот эта. Если это третья волна, то вообще цели у нас глобальные по росту достаточно высокие. Это 1600, аж два раза текущих. Но немножко такая вот эта разметка сюда не укладывается. Тогда это у нас все формирование только первой волны. То есть, это будет выглядеть вот так. Это будет первая волна, потом будет только вторая, третья, четвертая, пятая. То есть, как-то вот так это будет выглядеть. Но, тем не менее, все равно я жду обновления еще одну максимумов. То есть, здесь вот эта вот моделька еще роста не закончена, скорее всего. И предполагаю, что мы продолжим здесь, скорее всего, вверх движения. Так. Новотек, да? Посмотрим. Новотек у нас достаточно долго находится в нисходящем тренде. Падает, я бы сказал, даже отвесно. Вот это вот снижение вниз идет. Мой основной сценарий был вообще по Новотеку. Но, правда, мы в тот момент находились на вот этих уровнях, к которым же и вернулись. Мой основной прогноз был вот от этих значений, что мы перепишем минимумы. Много, конечно, было противоречий в тот момент. И не особо кто хотел в это верить. Но, тем не менее, мы опять же вернулись к этому же диапазону и движемся вниз. То есть, Новотек – это живой пример того, как может все очень быстро в компании поменяться. То есть, мы выросли достаточно быстро на 70%. И, опять же, за такой же промежуток времени, буквально за полгода, компания опять скатилась к тем же значениям. Так. Что здесь стоит ожидать? Мы пока в зоне покупок, но какого-то опять остановочного движения я не вижу. Если только рассмотреть бумагу, как пока что только на отскок, то на отскок можем мы на уровне 1219, в принципе, вполне вернуться. То есть, до вот этого уровня мы можем вполне с вами вверх отскочить. Да, 1219. Куда-то вот сюда. Опять же, с текущих или нет, ну, не знаю. Пока вот это вот на разворот вообще никак не тянет, по моему мнению. Но бумага так долго движется в затяжном таком даунтренде, что отскок, конечно, уже напрашивается здесь хотя бы какой-то. Вообще, цели, если рассматривать более глобальные, я бы сказал, что здесь мы движемся куда-то на уровень ниже тысячи. Наверное, все-таки мы движемся куда-то вот в район 900, скорее всего, куда-то вот сюда. Да, вот эту вот линию вот так вот я бы поставил. Да, район 900, 950. Куда-то туда, скорее всего, глобально мы движемся. Оттуда уже что-то более внушительное, скорее всего, будет по росту. То есть, опять же, на этот уровень мы можем прийти, но, естественно, рост будет в два раза больше, чем в текущем. Говорить о том, что мы движемся глобально в рамках третьей волны, я бы не стал, потому что вот это все-таки рост зигзагом. И наиболее вероятный сценарий, теперь я к нему опять возвращаюсь, к этому сценарию, это со снижением. То есть, основной сценарий – обновить минимумы в 600 рублей. Почему бы нет? То есть, «Газпром» нам показал, что нет ничего невозможного, что стоит стремиться к чему-то, и ты этого достигнешь. Например, обновишь котировки 2022 года, почему бы и нет? Так что, будьте поосторожнее здесь, пока здесь разворотом и не пахнет. Так. Дальше. Следующий вопрос. Когда лучше вступить в платный канал? Можете в любое время вступить. По спекуляциям они размазаны по целому месяцу. То есть, в течение месяца всего спекуляции даем. А инвестиционные портфели мы начинаем собирать ориентировочно в первой половине месяца в районе 10-го числа. И до конца месяца мы собираем и акции, и крипто, и в конце месяца покупаем уже облигации. Так. Дальше. Смотрим. РБК, что ли? РБКМ. 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 Вопрос. Можете разобрать РБК? Да, можем. Почему бы нет? Так. Смотрим. Здесь у нас такая интересная картинка. В 2011 году котировки были по 88 рублей. И потом ушли в такой затяжной тренд вниз. И за пять лет укатались до трех. То есть, практически там на 90%. После этого у нас был еще боковик длиной в чью-то жизнь. Опять же, боковик практически в 7 лет. Дальше. Что мы видим? Где у нас здесь минимум? Вот это минимальные значения. Допустим, где-то здесь было 1, 2. Сейчас формируется 3. Допустим. Нового цикла. Давайте вот так рассмотрим. С такой точки зрения. Сейчас формируется еще до сих пор волна 3. с целью 28. В этой волне 3 у нас идет движение. Скорее всего, такое. Так. Это какая-то 1, 2. Нет, давайте рисовать сразу нормально. Это 1, 2, 3, 4, 5. Так. Вот таким образом. Теперь у нас, смотрите, внутренняя структура 3 тоже теперь с 5 волн. 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно. Так. Скорее всего, закончилось 4. Сейчас формируется 5. Мы сейчас находимся на уровне вот этого разворота. То есть, пока смотрим возобновление продаж. Я бы здесь выстроил вот такой прогноз. Что мы куда-то вот так вот поедем на уровень 28. Опять, стоит ли сюда лезть? Ну, смотрите. Если мы даже с текущих входим, то наш стоп должен быть незачем другим, кроме как за вот этим минимумом. Больше здесь поставить его некуда. А цель у нас 28. Как бы потенциал в этой сделке 1 к... Меньше, чем 1 к 2. Нужна она вам? Ну, я не думаю. Тем более, вот этот стоп по размерам, смотрите, в процентах 22%. То есть, вот этот стоп ваш может растянуться на очень долгое время. То есть, вы можете там 3 месяца сидеть и ждать этого стопа. То есть, и не рост не начнется, и стопа не будет. То есть, может цена уйти достаточно сейчас на долгое время в боковик. Но, скорее всего, более вероятно, мы сейчас в простреле, мы пойдем вверх к 28. Что будет дальше после 28? Должен быть опять какой-то коррекционный формат. То есть, от этих значений мы должны увидеть опять будем реакцию и коррекцию. В рамках более старшей четвертой волны. И дальше пятая. Хочется вам в этом участвовать? Пожалуйста. То есть, я такие истории обхожу стороной. Если бы я искал точки входа, то вот здесь. Но после того, как вот эта вся история свершилась, и мне не особо понятен триггер и фундаментал для роста компании вот этой, я уже откажусь от использования этого актива для своей торговли. Так. Дальше. Переходим к следующему вопросу. Прогнозы по срокам. Когда рынок моськи начнет расти, а не отстреливать. Когда попрет и заколосится российская фонда. Российская фонда начнет свой рост активно и заколосится, как вы выразились. Когда закончится период повышения ставки. Когда начнутся хотя бы разговоры о снижении ставки, это тоже будет достаточно мощным триггером для роста. То есть, рынок, по сути дела, застрял ввиду того, что вклад в банки сейчас намного интереснее, чем фондовый рынок. Фондовый рынок российский всегда привлекал инвесторов своими высокими дивидендами. Но сейчас эти дивиденды блекнут на фоне банковского вклада. И люди уходят от риска в сторону безрисковых активов, таких как банковский вклад. Когда банковский вклад будет опять абсолютно интересен и будет показывать доходность ниже, чем фондовый рынок, в частности дивидендные бумаги. Тогда мы увидим мощный и сильный рост. Я думаю, это будет в этом году. Скорее всего, на собрании июньском у нас ставку, может быть, повысит до 17%. Может быть, вообще не повысит. И, в принципе, я думаю, на этом закончится у нас вся эта эпопея. Кто бы что ни говорил, все равно ЦБ придерживается мировой тенденции. То есть, если у нас США, в принципе, говорят, что они закончили повышать свою ставку, то, в принципе, ЦБ будет придерживаться такого же прогноза. Кто бы ни говорил, что российский рынок находится в вакууме, тем не менее, движется он в том же направлении. Так, дальше. Здравствуйте. Хотелось бы услышать ваш разбор акций «Евротранс» и «ВКСО». Небольшие позиции есть и там, и там. На каких уровнях стоит добрать, и каких целей на горизонте этого года? Значит, по поводу доборов. Доборы должны быть в прибыльных позициях. Если у вас убыточная позиция, не надо ее усреднять. Усреднять надо на росте, а не на снижение. Иначе вы в какой-то момент осознаете, что у вас полдепозита находится в одной компании, и по ней убыток вы смогли срезать с 50% до 30%. Не особо вам в этот момент станет хорошо и захочется продолжать вообще вкладывать свои деньги в фондовый рынок. Поэтому будьте в этом плане аккуратны. Усредняться нужно на росте. Усреднять нужно прибыльные позиции. Это мое мнение. Давайте посмотрим «Евротранс». «Евротранс», кстати, это отличный пример, как порой работает «Фундаментал». То есть, фундаментальная компания потрясающая. Насколько я помню последним отчетом, у них рост и прибыли, и выручки. Но, тем не менее, посмотрите на котировку. То есть, фундаментал он такой, он жестокий. То есть, рынком оценивается не только фундаментальный фактор, но и в целом может оцениться даже сама котировка, я вам так скажу. Даже вот эти четыре буквы могут оцениваться рынком как какой-то красный флаг покупки. Так. Дальше. Есть тут сетап какой-то вот здесь? Нет. То есть, его нет. Мы будем медленно-медленно сползать. Это такая же компания примерно, как «Кармани». «Кармани» тоже классно все. У них рост прибыли, рост выручки. Все супер, но, тем не менее, компания, как котировки как падали, так и продолжают падать с момента IPO. То есть, здесь вполне аналогичная история. То есть, был у нас период такой достаточно сильного пампа. На 480 мы сходили, в два раза практически выросли. И все с этого момента, то есть, задрали, чтобы интерес у людей появился к бумаге. И с этого момента начали ее потихонечку сливать. То есть, идет постоянный слив. Тем не менее, есть какой-то все-таки в ней интерес. То есть, если вы посмотрите на всплески объемов, то они у нас явно на барах покупателей находятся. Это могут быть закрытия шартов, могут быть предварительные покупки. То есть, здесь определить это нет никакой возможности. Тем не менее, возможно, у кого-то есть интерес здесь. Но потенциал снижения достаточно высокий. То есть, мы можем ниже, ниже идти. То есть, от 200 вниз мы можем там и до 160 свалиться. И 180 я еще, по-моему, несколько месяцев назад об этом говорил. Что, ребята, здесь пока ловить нечего. Надо быть поаккуратнее. То есть, мы уже перебили минимумы IPO. То есть, уже люди, которые заходили на IPO, уже находятся в убытках. То есть, сколько мы еще будем ползти вниз, пока непонятно. То есть, определить, до каких значений будет снижение, достаточно сложно. То есть, что здесь можно технически отрисовать. Ну, давайте с вами отрисуем здесь какой-то диагональник. Можно попробовать отрисовать вот такой вот вниз. Даже вот мы даже с этого диагональника уже вниз вышли. Пока вот эта вот локальная трендовая не будет пробита, ловить здесь, ребята, нечего вообще. То есть, пока мы вот эту трендовую не пробьем, куда-то к уровню 238. Потом ее потестируем. И где-то вот тут уже можно искать точки входа. Но не раньше. То есть, пока ловить вот этот нож, который падает, не имеет никакого смысла. И это прямая дорога вниз на 180, на 160 в легкую. Вообще в легкую. Вот почему я не верю фундаментальному анализу. Так, дальше ВК. Смотрим. ВК напомню, что с 2010 года она находится в даунтренде. Это не весь график. Есть несколько вариантов здесь ПВК, насколько я помню. Глобальных. Ну, давайте рассмотрим один из них. Какой-нибудь один из них. Так. Допустим, это у нас один. Это два. Есть вариант с начальным диагональником. Который я не люблю. То есть, прогнозировать начальный диагональник. Начальный диагональник надо строить по факту. Ну, грубо говоря, как один из вариантов мы можем это рассмотреть. Здесь, ввиду того, что мы уже слишком далеко ушли по коррекции. Скорее всего, наиболее вероятным сценарием. То есть, уже на 0.78 ушли. Наиболее вероятный сценарий будет это обновить вот эти минимумы еще раз. То есть, мы сходим еще раз на вот этот уровень. Может быть, даже чуть ниже. На вот этот. 514. Оттуда я бы уже искал точки входа. Опять же, может быть, и не дадут такие значения. Я вам говорю, от каких значений я бы искал точки входа. То есть, с текущих нет никакого входа. То есть, сетапов с текущих нет. Здесь, на уровне 500-514, я бы уже искал точки входа. Здесь уже какая-то у нас и более такая. Хоть какая-то. Я бы так сказал. Здесь есть вот такая проторговка. Здесь какой-то есть все-таки начальный тут заход. Заход по объемам. То есть, я бы где-то вот здесь точки входа искал. Есть другой вариант. Значит, другой вариант. Это у нас 1, 2. Это 3 формируется до сих пор. Это там далеко. С целями большими. Не особо, конечно, в этот вариант верю. Вот. Так. Да. И сейчас формируется у нас опять же волна заходная 1, 2 в 3. То есть, это будет выглядеть вот так. 1, 2, 3, 4, 5. Как-то вот так. Мне особо это нравится. Потому, что это все очень размазано по времени. Очень сильно размазано. По сути дела, это один большой, огромный боковик. Поэтому я рекомендую вам на вот этот уровень ориентироваться. Уровень 500. И от него уже пытаться работать. Так. Давайте дальше. Смотрим. Следующий вопрос. Надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Так. На каких уровень стоит еще добрать? И какие цели на горизонте этого года? Добрать, если вот мы будем уходить выше 650, 650, 680. Это на этих значениях добрать. То есть, когда начнется рост. Не когда будет снижение добрать. А добрать, когда начнется рост. Потому, что если вы будете пытаться набрать на снижение. То оно уже может продолжиться. То есть, мы всегда делаем ставку на продолжение тенденции. Какая бы она ни была. То есть, если начнется тенденция вверх. То делайте вашу ставку на продолжение тенденции вверх. Тогда будете в плюсе. Ваш взгляд по золоту на ближайшее время. В ближайшее время очень понятие растяжимое. Давайте посмотрим золото. Золото я рассматривал в понедельник. Как и все активы я рассматривал в понедельник. И индексы, и металлы, и нефть. Ну, вот был наш план. Вот зеленым я рисовал. Что мы сделаем боковичок и перепишем вот эти вот. Давайте поближе посмотрим. Сделаем боковичок и перепишем вот эти минимумы. В принципе, план-то выполнен. То есть, по времени он не так растянулся, как я, конечно, отрисовал. То есть, это более стихоматично сделано. Но, по сути дела, целевые точки-то пройдены. Что вверх мы прошли здесь вот до вот этих значений. Что вниз мы вот эти значения переписали. То есть, по сути дела, у нас все готово для продолжения тренда вверх. Вот, сегодня выходят данные по США. По, по-моему, безработице. И от них уже будет видно, скорее всего, куда будет направление указано. Достаточно ли коррекция в золоте для продолжения тренда? Ну, я бы сказал, нет. То есть, я бы больше ориентировался на вот то, что я зеленым здесь нарисовал. То есть, у нас вот такое. То есть, продолжение боковика. И еще один выход вниз. И дальнейший рост. Но посмотрим, как это будет. Глобальные же цели, если вас интересует по золоту, то это 2600-2700. И более старшие цели в районе 3000. Это, я думаю, на конец года уже ориентировочно. Так. Так. У нас у кого-то микрофон, получается, включен, что ли? Вроде бы у всех выключен. Как так? Так. Давайте дальше продолжаем. Следующий вопрос. Вот эту красоту я скопирую. Наверное, пермин наргосбыт какой-нибудь. Провалился после ГЭПа на минус 13%. Сколько ждать? Плюс 0,6%. Не особо это понятно мне. Хотелось бы пополнить на 60000 автоследование рисковое. Если очень хочется, можете пополнить автоследование в любой момент времени. Естественно, на просадках это лучше делать всего. Тогда у вас появляется больше потенциал для роста. Так. Я не знаю, что это вот это. Может быть, это дивидендный ГЭП. Я, если честно, в этой бумаге не разбирался. Но давайте с вами технически посмотрим, как это выглядит. Скорее всего, это все был вначале диагональник 1. Это была волна 2. И сейчас идет 3. Нет. Скорее всего, знаете как? Закончил вот здесь 1. Вот здесь. Сейчас идет 2. Вот такой план. Потому что, если я вам сейчас нарисую зарост, вы сейчас все побежите его покупать. Не надо этим заниматься. Вкладывать свои деньги в такую компанию. Так. Это должен быть максимально понятный трейд на сумасшедшем бычьем рынке. Чтобы в это пытаться вложить свои деньги. На этом заработать. Так. Если у нас здесь закончилась первая волна. Сейчас вторая сформируется вторая. То основной сценарий будет продолжение снижения к уровню 180-140. То есть, вот сюда. Это один сценарий. Второй сценарий. Волна 2 была вот здесь. Раньше. То есть, предыдущий пик. Вот этот. В таком случае у нас прошла волна 3. В которой опять прошла 1-2. Но что-то я сильно сомневаюсь в этом. То есть, я здесь пока торговый день никакой не вижу. Давайте на нефть перейдем. То есть, я пока никакой торговой идеи не вижу. Я бы основным сценарием. Ввиду того, что здесь прям явный импульс вниз. Да. Здесь вниз идет зигзаг. Потом вверх идет зигзаг. И идет импульс вниз. Я бы сказал, что это больше тогда в таком случае похоже на плоскость. Это будет А. Это будет Б. И еще волна С вниз. Куда-то ориентировочно вот сюда она будет. В район 160. Наверное, вот сюда будет. Она может обновить минимум волны А. Может не обновить. Потому что это плоскость. То есть, здесь по правилам плоскости может быть несколько вариантов. Но вот это явный импульс. И он не закончился. То есть, остановки на дневном графике нет. Если вы пытаетесь найти разворот старшего графика на часовике, вы будете всегда в беде. То есть, развороты нужно искать на дневных графиках. И после того, как свершился разворот на дневном графике, уже внутри дня искать точку входа для какой-то более локальной ситуации. Пока здесь разворотной информации нет. И здесь мы увидим продолжение снижения. То есть, скорее всего, здесь какой-то сейчас будет небольшой, может быть, боковик. И выход с него вниз. То есть, я пока здесь ничего другого больше не вижу. Давайте дальше. Сегодня я отвечу еще на вопросы из комментариев. Так. Подскажите, пожалуйста, книги, по которым можно научиться техническому анализу компаний. Значит, по книжкам учиться плохо. Сейчас проще намного учиться по видео. Если вы хотите научиться классическому техническому анализу, то это можно сделать по видео любым в интернете, на ютубе. Можно посмотреть, как работают индикаторы, как рисуются уровни. То есть, такие базовые понятия можно изучить в любом ролике. Там будет абсолютно все одно и то же. Все это будет взято из книжек, написанных 20-30 лет назад. Это будет технический анализ Мерфи. Это будет технический анализ Швайгера. В принципе, вот две настольные книги по техническому анализу для трейдера. Можете почитать книжки, я в свое время их читал. Тяжеловато оно, конечно, воспринимается мозгом, потому что там картинки с графиками 70-х годов. В частности, книжки Мерфи. И как-то проецировать это на текущую ситуацию в техническом плане не очень хочется и интересно. Поэтому лучше посмотрите видео на ютубе. Будет более продуктивно, я вам гарантирую. Так, дальше. Добрый вечер. Покупал акции ВУШ по 308. Сейчас цена упала. Что делать? Ждем цену или продавать убыток. Смотря какие у вас были цели и зачем вы ее покупали. То есть, все зависит от цели. Если вы купили ВУШ в долгосрок, то цели по нему 350. То есть, ну, такое себе, конечно, вложение. То есть, потенциал достаточно маленький. От 308 до 350 это 15%. То есть, на долгосрок не тянет. То есть, долгосрок это хотя бы там от 30% роста актива. Если вы покупали его спекулятивно, то у вас должна была быть какая-то в голове все-таки точка отмены. Даже если вы стоп заявки не ставили. То есть, у вас в голове какая-то должна была быть точка отмены. И исходя из этой точки отмены должен был быть рассчитан размер позиций. Что я пока вижу здесь на графике ВУШ. У меня по моему плану было вот так. То есть, когда цена пришла на вот эти пиковые значения. 320, 340, 350. Я его продал весь. Он был в двух стратегиях. То есть, мы неплохо заработали. Где-то вот здесь вот 240 входили. Закрывали по 320, 330. Опять же, не по самому верху. Вот. Закрыли и забыли. То есть, я сторонник того, что нужно от бумаги отдохнуть немножко. Иначе оно будет у вас вызывать чувство ФОМО. Очень сильное, что вы упустили какую-то выгоду, а рост продолжился. То есть, я рекомендую, если вы хорошую сделку закрыли, бумагу вообще убрать из вотч-листа. И за ней какое-то время достаточно продолжительно не наблюдать. То есть, чтобы у вас оно эмоций не вызывало, как то, что она продолжит рост, так же то, что она начнет падать. И вы будете быстро пытаться найти здесь какую-то идею на отскок. То есть, по схеме той, которая сработала в прошлый раз, а она не сработала. Вот. Так, давайте дальше. Какой здесь может быть план? Ну, как минимум мы видим здесь снижение. Один зигзаг. Икс. А, Б, С. Второй зигзаг, что ли, вот такой. Ну, сложноватая коррекция, конечно. Пока здесь на формацию тянет. То есть, на формацию разворот на это все тянет. Здесь у нас такой бар на увеличенном объеме с нулевым спредом. Это хороший показатель. То есть, здесь если бы я искал точки входа, я бы искал их после пробоя вот этого уровня. То есть, пробой уровень и потом коррекция к этому уровню. То есть, вот здесь где-то я бы уже искал точки входа. Вот. Если мы говорим про прогноз, если вы находитесь в позиции. Ну, наверное, все-таки сидеть. Резать лося вашего нужно, если цена уйдет ниже вот этого минимума. Если она уходит ниже, то нам прямо у нас дорога открывается вот сюда. Смотрите. Аж на уровень 240 дорога открывается. Что он может быть для вас, конечно, совсем плачевным. 250-240 мы можем запросто увидеть. То есть, дальше какой-то здесь остановки скорее всего не будет. Вот. То есть, я вот такой пока прогноз бы выстроил. Опять же, здесь у нас вырисовывается начальный диагональник. что я терпеть не могу. И здесь несколько вариантов разметок. Цель-то вообще третьей волны где-то выше, наверное. Да. Вот так как-то. Ну, не суть. В общем, здесь пока не суть. То есть, ориентируйтесь на вот этот вот формат. То есть, мы пробьем уровень вверх на 300. И где-то там можно уже пытаться искать точки входа с целью в район 380-400. Так. Дальше у нас. Добрый день. Интересно ваше мнение. В Евротранс не только как спекулятивной позиции, а в целом компания перспективен. В целом, как компания, которая в перспективе даст иксы. Будет ли такое? Даст ли кто-то иксы, мы не знаем. То есть, может быть и аптека даст иксы. Но доживем мы на этого дня, непонятно. Так. Про Евротранс я свое мнение высказал. Да. Компания фундаментально классная. Все здорово. Растет. Но посмотрите на котировку. То есть, как бы ничего хорошего там пока нет. По Евротрансу сделаем фундамент. Расскажем. И увидите сами, что там триггеров роста полно. Но не факт, что будет расти. То есть, я технически вам обозначил, как нужно искать точку входа. То есть, после чего нужно искать точки входа в лонг. То есть, нам нужно подтверждение разворота. Пока нет подтверждения разворота, не надо там пытаться поймать дно. Вы не поймаете дно. Никогда. Из спекулятивных позиций интересно аптека 36.6 и кармани. Опять же, вот эти два падающих ножа, кармани. Давайте, пока мы далеко от Евротранса не ушли, посмотрим мы кармани. Потому что там ситуация такая же. То есть, мы ползем вниз. Ползем вниз. И остановок никаких нет. Докуда мы будем ползти? Ну, пока невонятно. Я вышел с этого добра всего. С меня хватит. Опять, на разворотную формацию это не тянет. Может быть, на какой-то отскок. То есть, нам нужны объемы. Объемов нет. То есть, вероятно, если позитив на рынке будет, мы сейчас уйдем на 2.23 и уходим ниже. На ниже двух уже была цена 2. Мы уходим ниже двух на 1.87.50. Примерно вот так. То есть, пока тоже ловить нечего. Кармани тоже классная компания. Классная. Привет, фундаменталисты. Но, тем не менее, ВОЗ и ныне там. И продолжается уже целый год она в даунтренде. Потихоньку она снижается. Если бы совсем все плохо было, она бы вот так вот снизилась. Как Сигежа. Но мы потихонечку ползем. Потому что у нас фундаментально все супер, ребята. Так. И аптека 36.6. Спекулятивно аптека не та бумага, которую нужно пытаться искать в спекулятивной точке входа. В ней только если сидеть долгосрочно. То есть, спекулятивно нужно покупать трендовые бумаги. То есть, здесь тренда как такового нет. Здесь боковик. Когда он закончится, мы увидим и 30, и 40, и 50 цен. Вопрос когда? У меня долгосрочная позиция-то осталась. То есть, в стратегиях я не могу себе позволить столько времени просто держать бумагу без движений. То есть, она просто медленно сползает месяцами. Потом опять задерг и опять сползает. И по сути дела мы движемся в боковике, который начался вот здесь еще до сих пор. Который начался у нас три года назад. И по сути дела этот боковик продолжается. То есть, оптимальные ли сейчас цены для входа в позицию? В целом, да. То есть, мы в нижней границе боковика находимся. То есть, ближе к нижней границе. 13 это лучше, чем 17-18 купить. Опять же, это только долгосрок может быть. То есть, такой длинный график растянутый по времени. Такой боковик, он реализуется когда-нибудь. Но это может быть и через год, и через два. И если рассматривать, то только для долгосрочного портфеля своего. Так, дальше. Самолет допадал. Ну, давайте посмотрим. Допадал ли самолет у нас? Вполне возможно, что допадал. Какой-то хвостик здесь покупок есть. Давайте глянем. Опять же, допадал или нет, есть всегда модель разворота. Давайте я вам еще отдельно нарисую. Если у нас идет тренд вниз. Вот смотрите. Если у нас идет тренд вниз. То у нас постоянно пробиваются минимумы. На тренде вниз. Формируются новые минимумы. То есть, вот они. Это новые минимумы. Каждый следующий минимум ниже предыдущего. Если у нас в какой-то момент отскок, вот эти отскоки становятся настолько большими, что перебивают вот это значение минимума, тогда формируется разворот. То есть, вот так формируется разворот. То есть, вместо того, чтобы откатить опять, как вот здесь, откатить к уровню и от него, я сейчас идеальные, конечно, условия рисую. Откатить. Откатить. Вместо того, чтобы откатить к уровню и сделать новый минимум, цена пробила этот уровень. И вот это разворотная формация. Других разворотных формаций практически быть не может. Бывает там сильно вниз, потом сильно вверх. Такой шип такой вниз, потом вверх. Но редко. Редко. Зачастую это вот такой формат. Это формат спринга. То есть, манипуляция минимум последним и разворот. И дальше мы идем к этому уровню. Если на нем видим слабость, пробой к следующему уровню. То есть, вот таким образом начинается новый тренд, который работает точно так же абсолютно. Только теперь у нас пробиваются максимум. То же самое. Только теперь пробиваются максимум. Те же самые уровни остаются. Практически. Поэтому разворот искать через такой формат нужно. Соответственно, здесь цена в зоне покупок. Есть вот хвост покупателя, хотя на больших объемах. И теперь что нам нужно? Рассмотреть вот это движение с точки зрения тренда. Вот они минимумы, которые формировались. Соответственно, нам нужно дождаться, пока вот этот вот уровень пробьют вверх. Оттестировать. И тогда искать точки входа в лонг. Но не сейчас. То есть, только таким образом можно действовать. Через формацию разворота. Опять же, следующий уровень, куда мы будем двигаться. Это более старший. Так, вот эти уровни нам не нужны. И дальше мы будем двигаться по этому тренду. Вот следующий уровень. К уровню 3677. То есть, вот такой прогноз. Не будет здесь пробоя этого уровня вверх. Ну и нечего здесь ловить. И нечего здесь ловить. Ищите другую бумагу, в которой есть разворот. Вообще поймать разворот достаточно сложно. Если вы посмотрите график, то здесь по сути этих разворотов было. Вот разворот, вот разворот, вот. Закончились они каким-то глобальным разворотом? Нет. Поэтому нужно действовать всегда по тренду. В чем сложность? Вы не поймете, что тренд сменился, пока его достаточно большая часть не прошла. Поэтому здесь действовать только таким образом. Допадал самолет. Поймем, когда у нас пробьется уровень 3.392. Тогда поймем, допадал или нет. Так. Какая ситуация с TeamCov TKS? Давайте все-таки посмотрим. Я в тот раз показывал на прошлом разборе. Вот я на прошлой неделе рисовал, неделю назад. Что мы обновим вот эти все минимумы и развернемся. То есть, вот по факту все, что прогнозировали, то и случилось. То есть, здесь таким же образом мы пробили последний минимум. Пробили его вниз и пробили вверх. Все. Разворот здесь случился. До каких он значений будет? Ну, пока здесь следующего уровня какого-то отрисовать сложновато. Я бы ориентировался на вот этот уровень разворота. То есть, куда-то мы пока движемся вот к этой трендовой. Пока вот к этой трендовой. От нее, если не будет реакции, то вот к этому уровню. То есть, пока вот такой вот прогноз я бы устраивал по ТК. По TeamCov. Опять же, вот ближайшие цели. То есть, вот эти все уровни, ближайшие цели. Не так это далеко. То есть, это 30 процентов. Я бы сказал, что TeamCov прям сильно отстает от банковского сектора. Причем здесь еще нормально все было. То есть, полгода назад. Но вот за последние полгода, да, сильно он, конечно, подотстал. Да. Так. Далее. Интересует Ленэнерго обычка. Могу усреднить позу Х3 сейчас. Что посоветуете? И фьючерс на нефть. Ну, если вам нужен совет по фьючерсу на нефть, то вам не нужно торговать фьючерс на нефть. Вот. Если у вас мысли закрадываются в голову усреднить Ленэнерго 3Х, то вам вообще забыть про фьючерсы пока. Вам не нужен этот инструмент. Давайте смотреть Ленэнерго. Обычка. Что тут усреднять и зачем? С какой целью? В три раза вот здесь усредняйте и вот здесь где-то зарежьте лося свою. Ох. Ох. Так. Здесь какая-то попытка разворота. Опять без объемов вообще. Здесь, допустим, какой-то сформировался импульс и сейчас идет откат. В таком вот формате. Х. Что-то еще одной волны как будто не хватает. Усреднять точно здесь ничего не надо. Увеличивать позиции здесь не нужно. Если вы прям вот засели где-то, то я рекомендую что сделать? Поставить стоп вот здесь совсем агрессивно. Если мы вот эти минимумы перепишем, да? Пойдем ниже. То наиболее вероятный сценарий, что мы перепишем и вот эти минимумы. То есть куда-то мы можем прийти вот сюда вот. На вот этот уровень. Куда-то вот сюда, да. Наиболее вероятный сценарий. Так. Как там была цена? По 23.58 у вас, да? Позиция. 23. 54. То есть вот в этом боковике. В принципе, точка входа была у вас неплохая. Правильно. Вход в боковике. Этот боковик, по сути дела, должен был реализоваться вверх. Как и многие бумаги. Я также ждал, что боковик реализуется по МВД вверх. Я ждал, что боковик по НМТП реализуется вверх. Но рынок показал кукиш. К сожалению. То есть боковики и треугольники реализуются на спокойном рынке. Как только у нас сильно возрастает волатильность. Какие-то мощные движения начинаются. Все это. Все эти конструкции ломаются. К сожалению. То есть точка входа у вас правильная. Но вы должны были закрыться вот здесь. По 21. 44. Вы уже должны были выйти из позиции. То есть это, по сути дела, была отмена того боковика. Того треугольника, который у вас есть. Если у вас долгосрочная позиция. То, в принципе, можно посидеть. То есть здесь пока какого-то... Прямо конца тренда я не вижу. Здесь все-таки, наверное, мы в таком формате двигаемся. Один. Два. Три. Это было четыре. Будет пять. Куда-то мы сходим там на 30 плюс. Там 35. Может 40. На недельке, в принципе, выглядит это как выкуп. Поэтому я бы здесь поставил все-таки стоп за минимумы этой недели. И уже ниже не держал бы. То есть убытки уже ниже я бы не стал пересиживать. Вот. То есть вот таким образом. Так. Дальше. Следующий вопрос. Пшеница. Да вы что? Как вы торгуете пшеницей на Мосбирже? Мне очень интересно. Так. Сейчас. Индекс пшеницы. Фьючерсный контракт на пшеницу. Так. Здесь у нас какая-то ликвидность что ли появилась? Ну. Я бы не сказал. В день. Объем торгов в день. 500 контрактов. Мало. По 18 тысяч. Это очень мало. Я вам рекомендую вообще на Мосбирже не торговать таким активом, как пшеница. Чтобы нам понять, куда она движется, нам нужно смотреть спотовый актив. То есть не фьючерс на нашей маленькой кухоньке. Нам нужно смотреть пшеницу на какой-то крупной бирже. Допустим. Давайте вот здесь посмотрим график. Так. Вот пшеница с 2020 года, пожалуйста. Очень похож на график металлов. Похож на график нефти. То есть очень многие графики по Комодитис они будут у нас похожи в 2021 году. То есть у нас в 2022 году был достаточно такой сильный рост. Даже больше на нефть похоже, конечно. Да. То есть вот здесь жесткий дефицит на опасениях и потом дальнейшие снижения. Так. Куда ждать? Пока это восходящий локальный тренд. Я бы ждал пока отсюда мы увидели реакцию продавца. Пока какую-то коррекцию я бы ждал. Скорее всего здесь возможно импульс то и закончился уже. Сейчас посмотрим. Скорее всего это вот так вот выглядело. Один, два. Здесь смотрите. Один, два. Четыре, пять. Третья волна пошла. Четвертая, пятая. Так. Наиболее вероятный сценарий я бы сказал, что мы сейчас здесь потопчемся в боковике. То есть вот в таком. И потом выйдем вверх в пятых. То есть вот так. И скорее всего вот таким образом минимальные значения, на которые мы можем упуститься сейчас это 655. Как это спроецировать вам на российский фьючерс, я честно не хочу этим заниматься вообще. Я рекомендую не торговать этим. Просто не торговать. Это неликвидный сложный актив. Есть намного больше интересных, понятных бумаг на московской печи. Тем не менее, вот такой вот я вам даю пока свой прогноз на этот актив. Так. Дальше. Аптеку я посмотрел. Дальше. Какую дивидендную историю вы бы выбрали, если бы собирали дивидендный портфель? Интерау, ТРМК или Хендерсон? И почему? Так. Интерау, насколько я помню, у нас платят дивиденды не особо большие. Наверное, меньше 10%. ТРМК вообще просто мутная история с трубами тоже, по-моему, и доп. эмиссия. И тоже дивиденды, тоже копеечные, там несколько процентов. А вот Хендерсон, по-моему, что-то типа, наверное, ближе к 10. Давайте посмотрим. Я, если честно, не любитель несторонних дивидендов. По мне, так это просто приятный бонус, который попал на ваш прогноз по активу, нежели целенаправленно покупать, собирать дивидендный портфель. Зачем вам дивидендный портфель при доходности вклада 17%? Зачем он вам нужен? Для чего? Какой в этом смысл? Какой? Давайте, Хендерсон, посмотрим приличие ради. Так. Один, два. Тридцать рублей за квартал. Вот, извиняюсь, подсказывают. Тридцать рублей, это 5%. Чуть даже меньше. Тоже не особо хорошая дивидендность за квартал. Хотя, если они будут платить по квартально, то это будет 120 рублей. 120 рублей, это у нас 15-13%. Ну, тогда это хорошо, конечно. Так. Один, два. Здесь один, два, три, четыре, пять. Так. Здесь, конечно, истории мало. Нет, здесь истории мало, что было нарисовать. Ничего. Бывает, что истории мало, но что-то укладывается. А здесь какой-то импульс на модель нарисовать я не могу. Не получается. То есть, я могу из коррекционной модели нарисовать. Это был W. Это будет X, Y и еще Z. То есть, вот такую могу нарисовать. Здесь коррекционную модель. Видите разворот на графике? Я не вижу. То есть, я вижу пока попытку пробить минимумы и какой-то отскок. То есть, мы плюсом находимся в зоне продаж. То есть, я ничего здесь пока не вижу. Если, опять же, я свое мнение высказал. Если вы хотите собрать, отвечая на ваш вопрос. Если вы хотите собрать себе дивидендный портфель, в котором будет Henderson, Henderson неплохая компания. Но я бы искал точки входа для покупки в портфель на уровне 60-670, хотя бы не выше. В идеале еще ниже 640. Вот здесь. То есть, вот эти вот точки я бы взял за точки для подбора. Да. Вот они. 640-680. То есть, но не дороже. То есть, дороже не интересно. Это в целом вообще не интересно. Как дивидендная история. При такой ставке и при таком депозите. А по ценам в 713 уж тем более. Так. Дальше. В портфеле есть несколько лосей по нелегвидам. Во, мое любимое. Пошла вкуснятенько. МГТС, что ли. Давайте посмотрим. Ребят, задаете следующие вопросы, когда свои. Хотя бы пишите. А, 15-20% написали. Молодцы. С лосями. 15-20%. 15-20% это еще не лоси. Лоси это 50. Хотя бы 30. Так. МГТС. Здесь, смотрите. Мы калашматим этот уровень. Четвертый раз. Раз. Два. Три. Третий. Скорее всего, мы ниже пойдем. Да. То есть, здесь. Отскок дохлой кошки. Здесь какая-то была попытка подняться. Здесь уже она не увенчалась успехом. То есть, ждите. Вот сюда. Готовы лося держать дальше? То есть, если у вас, вы сказали, с текущих 15%. Четко я угадал. Это по 1476. Будет 30%. Смотрите сами. Готовы? Скорее всего. Наиболее вероятный сценарий это дальше поход вниз. Это МГТС. Дальше. Телеграф. Ну, это прям вообще набор. Этого. Набор инвестора первогодки. Мосбиржи. Так. Здесь. Тоже пока остановки есть не вижу. Вот здесь никакой. То есть, если у нас рынок отскакивает. Да. Вы же видели, что рынок отскочил вчера. И. Куда-то пытается двигаться вверх. Потихоньку. Но здесь отскоков не видно. Вообще никаких. Вот. Скорее всего, вот этот вот сценарий основной будет. До свидания. Так. Скорее всего. Опять же. Вошлось. Из 15. 11. Плюс. 12.5. Из 15. В легкую превратится в 27. Так. ТГК. Но это уже, по-моему, неплохо. Это уже что-то. Что-то жизнеспособное у нас появляется здесь. Так. ТГК. Здесь. Опять же. Какие у вас были цели? Я не знаю. Может, вы долгосрок купили. Долгосрок. Супер. Вот из этого треугольника мы выйдем рано или поздно. А. Б. С. Д. Е. Можем и вниз выйти. Так. Но хотелось бы, конечно, вверх. Так. Вот. То есть. Может быть, вот такой треугольник. Б. С. Д. Е. Пошел выход. И мы куда-то. Бам. Он туда. В космос уйти. Вот. Но пока. Пока. Я вижу слабые покупки. Плюс. Рост зигзагом. То есть. Вот здесь вот. Рост прошел зигзагом. Мы опять ушли на этот уровень вниз. Опять. Есть какая-то разворотная формация? Нет. Мы уже ушли слишком глубоко от этого импульса. То есть. Корректировали его слишком много. Чтобы осталась надежда на продолжение роста. То есть. Пока. Вот сюда. Возможно, ТГК не так сильно, как остальные. Вот. И ваши 15% превратятся всего лишь в минус 20. Нет. Вот отсюда, что ли. Да. Ваши 15% все равно лишь превратятся в 20. То есть. Опять. Нет. Здесь разворота не вижу. Не вижу. Вижу продолжение снижения. Может быть, так и не будет. Но пока. ТГК. Это я бы основным сценарием рассмотрим. Так. Дальше. ГТРК. ГТРК. Так. Так. У нас уже время растянулось. Уже больше, чем на час. Мы уже скоро. Мы начинаем приближаться к Васиным рекордам по стримам. Четырехчасовым. Так. ГТРК. Так. Что тут ловить? Здесь. Ну, какая-то здесь. Здесь уже в отличие от всего того, что мы до этого смотрели. Какая-то попытка к развороту есть. То есть, здесь что-то вот такое уже вырисовывается. Возможно, здесь уже с текущих рост и начнется. То есть, здесь у нас зона покупок. Здесь же у нас. Здесь же у нас уровень разворота. Спринг развернулись мы через него и движемся вверх. Вообще, кстати, здесь похожа вся эта ситуация на треугольник. Вот такой. А, Б, С. Будет еще Д, Е. То есть, здесь вполне возможно. Вот таким образом мы пойдем. Вот. Только не надо это принимать неправильно как неправильную инструкцию к действиям. Не надо сейчас продавать все и покупать еще ГТРК. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ваша точка отмены этого сценария. Вот здесь. Уже очень близко. То есть, это, по сути дела, точка отмены сценария с лонгом. В пяти процентах вниз. Если мы уйдем здесь ниже, то вполне возможно, что вот этот импульс уже не устоит. Вот этот опорник. И мы уйдем аж вот так. Очень сильно глубоко. То есть, если мы сейчас уходим ниже вот этого уровня. Сейчас скажу. 380. Ниже 380. Дорога очень сильно хорошо открывается на 280. Представляете? То есть, какое может быть здесь мощное сильное движение. То есть, если вы не в позиции, я бы в ГТРК сейчас не лез. Я в него советовал вообще никогда не лезть. Потому что бумага без явно видимых причин выросла в 7 раз за несколько месяцев. И, по-моему, причину роста так и не объявили. Не рассказали никому. Были какие-то догадки с тем, что люди перепутали тикеры, еще что-то. Но что-то вразумительного я так нигде не видел и не слышал. Какого-то объяснения росту котировок на 700%. Поэтому я рекомендую здесь не лезть. А так вообще, в целом, вы собрали комбо. Я вам так скажу. Прям вот. Прям вот. Собрали прямо самый смак. Из того, что не нужно было собирать. Так. Есть ли перспективы у ВТБ? Да. Долгосрочные перспективы у ВТБ очень интересны. Интересная история. Но. Опять она что-то у нас тянется. Тянется. И это уже, скорее всего, неверная разметка. То есть, скорее всего, здесь уже цикл один закончился. Вот так вот. Формируются два цели. Тогда снижение в 2. Ну, уже практически выполнено. То есть, первая цель это была 0,5 по ФИБу. У нас должна быть во второй волне. Вторая цель это должна быть 0,6. То есть, где-то вот здесь вот я бы уже ловил. То есть, долгосрочно. Долгосрочно. Я бы уже формировал позицию по ВТБ. Пускай мы там ниже еще. Вот там какое-то движение еще одно сделаем. И где-то от этих значений можем уже пойти вверх. То есть, с целью хотя бы добить прошлую цель, которая была в 0,3. Тем не менее, с 0,2 до 0,3 это достаточно хорошо. Это плюс 50 процентов роста. Это вообще супер. Если говорить просто однесрочно, здесь опять локально разворота не вижу. То есть, скорее всего, по вот этому сценарию мы еще пройдем вниз. Максимальное снижение, которое можно ожидать, это на уровне вот на вот этот. Промежуточные вот здесь вот. То есть, вот две точки для входа в долгосрочную позицию. В районе 0,2. Там 0,97, 0,95, 0,97. И прям совсем, если сильно ушатают, это в районе 0,170. Где-то там. Здравствуйте. Сбербанк рос практически безоткратно с октября 2022. С каких уровней можно ожидать более-менее существенную коррекцию? Существенную коррекцию по Сбербанку надо ждать после обновления глобальных максимумов. Когда все те, кто не успел продать свою позицию в 2021 году, подумают, что удача к ним благосклонна. Все, кто набрал вот здесь вот. Когда они после обновления максимумов все будут выходить, тогда и будет такая-то более большая живая коррекция на рынке. То есть это может выглядеть вполне вот так вот. Это может быть достаточно прямо сильно, да? То есть это может быть даже вот так вот. В легкую. Но скорее всего после ухода выше максимальных значений 2021 года. То есть от уровня 450-500 примерно. То есть где-то оттуда. Мы можем увидеть такую достаточно большую коррекцию на рынке. Я думаю это будет либо конец этого года, либо начало следующего. Скорее всего начало следующего. Может быть даже там второй кварт. Так. Сижу в обычке Мечела с входом 279. Есть ли шансы, что коррекция закончилась? По-моему в прошлый раз я отвечал на вопрос по Мечелу. ТЛР. Ну давайте еще раз посмотрим. Так. ЛР. Да. Обыкновенный. По 279. По 280 аж. Так. Ну здесь какая-то на недельке по крайней мере какая-то попытка разворота. Вот здесь. По 279. Здесь я показывал в тот раз. Нет. Мы смотрели префки. То есть здесь был импульс. А. Потом вот это все. Б. Сейчас идет С. 1, 2, 3, 4, 5. В принципе здесь очень похоже на то, что коррекция закончилась. Вот. Пока стоит ждать движение вот сюда. На уровень 260. И более близкая цель это 240. Скорее всего пока мы ждем вот такое вот движение. Дальше посмотрим. То есть будет ли дальше у нас продолжение роста. Потому что следующая цель у нас на уровне 297. 290-297. Вот здесь. Следующая. Вот. То есть если здесь мы увидим пробой. То тогда вот так вот. То есть пока выглядит это лонгова. По моему мнению. Опять же это не точка входа. Точка входа будет когда мы пробьем этот уровень. оттестированного. Вот здесь будет точка входа. Пока это выглядит как начало разворота. Вот. Выйдите ли вы по 280. Не знаю. То есть не исключено, что мы сейчас. Где-то вот здесь вот войдем в боковик. Опять дальше. Пока вот такого сценария я бы продержался. Так. Следующий вопрос. Хотелось бы ваши комментарии по поводу допомиссии ТРМК. Насколько она отразится в котировках и дальнейшей судьбе акций. Если. А я не знаю подробности этой допомиссии. Если ее объявили уже. То она должна быть уже в котировках. Так. По. 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 Ну вот это выглядит в принципе как. Импульс. И это выглядит как пока что зигзаг. Но вообще цели у меня старшие не выполнены по нему. То есть старшие цели были в районе 300. То есть я пока их и придерживаюсь. То есть если вы говорите что допомиссии объявлены. Все параметры объявлены. То. Значит все уже на графике есть. Если. Рынок живет ожиданиями. Если. Какое-то событие полностью озвучено. По нему все понятно. То. Он уже на графике. То есть это событие уже на графике. То есть у меня пока план. Я бы того же плана придерживался. Какой у меня есть. То есть с продолжением здесь по роста. Скорее всего. С текущих. Что-то типа разворота здесь формируется. На дневном графике. Видите. У нас. Объем приложенный. Сопостоян со вчерашним. Но цена никуда не продвинулась. То есть остановилась практически на том же значении. В принципе это выглядит уже как попытка к развороту. Подскажите идею. На которую потенциально можно сделать x2 за год. Спокойно положите. Не мучиться. Не дергаться. Я. Такую идею тоже очень хотел бы найти. Вот. Но. Она появляется. К сожалению. В моменте только. x2 за год сделать вы сможете только в крипте. Но. Надо понимать. Что вы можете. Просто все потерять. Из самого перспективного. На. Ближайшее время. Я вижу. Это. Акции. Связанные с золотом. Добытчиком. То есть. Акции. Связанные с золотом. И. С нефтянки. Вряд ли что-то у нас сделает x2. Акции технологического сектора могут сделать x2. Но. Не уверен я. Так быстро. Акции. Та же самая. Какая-нибудь. Астра. А. Софтлайн. Могут. В принципе. Сделать. x2. Но. Не бывает. Такой. Компании. В которой вы можете. Просто купить. И. И ждать. x2. То есть. Так не бывает. Это слишком просто. Вы хотите. Заработать денег. Так не бывает. Бывает. x0.17. Это. На вклад. Положить деньги. Да. 17% годовых. Пожалуйста. Можно. Разобрать. Тон. Коин. Кажется. Я в крипто канале. Его разбирал. Уже. Тысячу раз. Но. Почему бы. Тысячу первой. Не посмотреть. Значит. План. У меня. Так. И. Остался. Я. Набирал. По. Два. С копейками. Два. Два. Четыре. Что ли. Среднее. Два. Шесть. Я жду. Дальше. Вверх. У меня. Цели по нему. Это. Сейчас я вам скажу. Если. Это. Третья. Ну. Хотя бы. 10. То есть. Я жду. Выше. Одиннадцать. Может быть. Куда. Туда. Ввиду того. Что. Капитализация. Его. И так. Уже. Большая. То есть. Капитализация. Монет. Тон. Там. Наверное. Восьмом. На. Седьмом. Месте. Топа. Капитализации. Ввиду этого. Мы не можем здесь. Мы не увидим. Уже. Иксы. Уже. Совершились. Иксы. Уже. Были. От. Двух. До. Семи. Все. Дальше. Просто. Вот. Конец. Роста. Забрать. Хочу повыше. Чуть. Чуть. Разгрузиться. Повыше. И уходить. Куда-то. В другие монеты. Скорее всего. Я буду опять. Формулировать. Большую. Позицию. По. Крипторынка. Так. Взял. Недавно. Полюс. Хочу. Поддержать. Подольше. Или. Усредняться. Взять. Сейчас. По 12.700. Или. Пойдет. На. 1.600. Полюс. Давайте. Посмотрим. Полюс. Так. Пойдет ли. На. 1.600. Я. Не знаю. Если. Пойдет. на 11 900 на 12 можем сходить но вряд ли то есть у нас по вчерашнему дню такой неплохой выкуп хороший на смотреть в каком объеме торгов скорее всего мы здесь с около текущих начнем рост если вы хотите увеличить свою позицию то вам нужно делать это на росте когда мы пробьем вот этот уровень 13000 и после этого только увеличить свою позицию вот здесь 13 13 200 после пробоя уровня 13000 и надо усреднять на падение усреднять нужно прибыльные позиции они убыточные я рекомендую делать вот таким образом здесь по сути дела коррекция закончилась зигзаг прошел достаточно крупный наиболее вероятно что мы продолжим здесь рост так это все вопросы давайте сейчас еще обновим страничку и ответим на вопрос еще который у нас telegram остались в комментариях так смотрите фска и с давайте посмотрим фска и на этом закончим полтора часа сегодня достаточно неплохо фска здесь у нас попытка манипуляции здесь мы видим манипуляцию уровня и попытку здесь к развороту я бы сказал что выглядит неплохо да выглядит здесь достаточно неплохо бумага первая цель по росту это уровень 11 копеек нет давайте вот так вот 0 11 11 и следующая цель у нас будет 0 11 5 куда-то вот сюда пока что дальше будет посмотрим то есть здесь достаточно такое импульсное снижение большое вот это и не факт что оно закончилось то есть здесь такой импульс на повышенных объемах по моему фска объявили что не будет дивидендов то есть на вот этом по моему снижается все это дело вот да вот куда-то вот сюда пока мы можем отскочить на 0 11 и 45 либо 50 куда-то вот сюда так я думаю на сегодня все это видео выйдет также на на ютубе через несколько дней напоминаю что трансляция проходит прямая и задать свои вопросы можно только в телеграм-канале поэтому ссылочки внизу переходим подписываемся на телеграм-канал и как обычно по средам мы присылаем форму для того чтобы вы смогли задать свои вопросы у меня на этом все всем спасибо пока